друзья привет меня зовут евгений это и географии инвестиций и мы начинаем новое шоу которое называется мой публичный портфель и так хотите посмотреть что у меня в портфеле я думаю да всем любопытно все хотят все думают кто приходит на рынок как же торгуют другой человек и давайте посмотрим что у меня в портфеле чем я торгую и какой стратегии я пользуюсь об этом я вам сейчас расскажу расскажу итак мой брокерский счет на данный момент составляет 175 тысяч рублей я закрывал позиции выходил полностью в кэш в январе ждал я большой коррекции но коррекция так и не состоялась точнее был небольшой откат на котором я закупился и в принципе я вошел полностью на весь свой на весь свой депозит я закупил новые бумаги причем закупал я их по двум стратегиям осмысленно искать скажем так стратегии по анализу рынков те бумаги которые я заходил это допустим мерк файзер полиметалл интервал нлмк русагра и тотнег да по ним и но увидим то что у меня позиции в минусе то есть пока я в них сижу и получаю убыток решил опробовать еще одну стратегию покупать на просадках то есть на падениях дня вот в тинькофф инвестиции есть такая хорошая рубрика называется она падение дня взлеты дня и падения дня вот по вот этим показателям я как раз и покупал те бумаги которые у меня сейчас есть в портфеле то есть на падение падение были там на 10 процентов на этих уровнях я и закупал ее и так что у меня в портфеле это компания алюминий они про и производят промышленная компания крупный производитель алюминия разрабатывает месторождение полезных ископаемых основана в 1886 году в общем соединенные штаты торгуются на санкт-петербургской бирже видим то что достаточно низко она у нас такой нисходящий тренд с 2018 года она все ниже 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 но думаю то что 2021 год цели сырьевые рынки покажут я думаю неплохой рост заходил я по ней на уровнях сколько здесь 19 4 18 56 то есть 3 средняя у меня сейчас 19 долларов 18 центов 5 акций у меня в портфеле и пока плюсуем на 10 процентов купил еще телекоммуникацию но думаю зря и взял одна акция мы будем следить за движением какого-то роста по ней я думаю не будет сильно упала в начале 2000 сече 20 года падение практически практически 30 процентов и роста по сути у нас по ней нету но мне одна всего бумага и будем следить куда она пойдет банков америка не первый раз я ее покупаю покупаю с точки зрения спекуляции изначально заходил еще где-то в районе 24 показала хороший рост я зафиксировал и сейчас я снова в этой бумаге посмотрим как она будет себя ввести что нам при принесет банков нью-йорк тоже покупал на просадке покупал покупал но в итоге бумага у меня одна акция всего покупал по 42 50 и сейчас она у меня в небольшом минусе будем держать посмотрим может и будет рост идем дальше bristol майерс это фарм компания американская фармацевтическая компания разрабатывает препараты и работает в различных направлениях медицины также вич синдром приобретена иммунного дефицита брал по 60 но пока падение у меня всего одна одна акция одна из самых крупных независимых американских геолога разведывательных компаний база находится в хьюстоне штат техас посмотрим взял одну акцию брал по 55 сейчас 59 25 прирост 7 больше семи процентов это я даже не знаю что за компания потому что покупал ее тоже на просадки на падение по моему за не заниматься на хранением газом до заниматься хранением природного газа и обслуживанием газовых труб а также водоснабжение в бассейна не апачи американская компания 12 штук у меня ее в портфеле покупал по 6 долларов 63 цента на данный момент она стоит 7 долларов 12 акций в плюсе на 6 процентов и так следующая компания занимаются они хранением и переработкой нефтепродуктов тоже покупал на просадке стоило 13 долларов 80 центов сейчас 14 долларов 69 центов в плюсе пока на 6 процентов будем держать и ждать рост все-таки надеюсь что сырьевые рынки которые сейчас начнут рост они принесут прибыль нефть подрастает нефть сейчас на уровне 60 долларов за баррель и так моя группа купала еще в декабре покупал где-то на уровне 200 потом докупался усреднял вот у меня сейчас 8 акций на 16000 и падаем пока на полтора процента не очень удачный вход но думаю мы дождемся от нее роста пока просто держим мерк фармацевтика достаточно крупная компания работает над вакцинами и лекарствами в общем держим 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 я думаю фармацевтика будет 2021 году она должна выйти в плюс поддержим посмотрим но пока средняя у меня сейчас семьдесят семь долларов шестьдесят три цента цена семьдесят четыре доллара семьдесят пять центов ну пока в падении на три ну почти четыре процента дальше на какая-то ипотечный инвест группа тоже покупал на падение покупал на рассадке с расчетом на отскок плюсует плюсует на два процента покупал по 12 сейчас 12 до долларов долларов тридцать семьдесят пять то есть 1375 и плюсуем и на 14 долларов тридцать тридцать четыре цента тридцать четыре цента пока поддержим еще одна нефтяная компания в моем портфеле тоже покупал на просадке покупал на просадке цена 12 до долларов за бумагу сейчас 14 до долларов тридцать уже 1375 то есть 1375 и плюсуем и на 14 процентов но неплохой результат пусть лежит посмотрим чему она приведет файзер файзер это вообще очень очень такая унылая бумага у меня выходил обзор на файзер я не пойму что с ней да когда рынок падает она падает рынок начинает расти она все равно попадает бог в общем файзер это такая загадка непонятная взял лишь потому что уоррен баффет и и добавил свой портфель но посмотрим все-таки он уже старенький может ошибаться средняя у меня 35 долларов 45 центов на данный момент тридцать четыре с половиной доллара стоит данная бумага падаем на два с половиной почти чуть чуть больше процента крови удачи покупал я ее тоже на падении но она пока и остается также 36 доллара два цента сейчас 37 2 прирост два с половиной процента держим пока держим но думаю в районе 42 мы поднимемся полиметал полиметал падает падает золото полиметал падает но будем будем формировать портфель как долгосрочный инвестор в декабре я кстати в январе в начале января я закрыл по ней позицию по 1800 год дождался отката до 1661 где закупился посмотрим брось все равно был будет полиметал это достаточно хорошая компания надо бывает не только золото но также и серебро так что посмотрим а серебро сейчас тренде возможно мы увидим еще хороший рост и так французская не вне нефтяная компания торгуется на санкт-петербургской бирже 2 2 бумажки бумаги к себе добавил 42 доллара 15 центов но пока падаем падаем меньше чем на один процент следующая компания в моем портфеле это американские телекоммуникационная компания одна из крупнейшие в сша но вдобавок майк майл групп пусть повисит по моим пампа мониторим ее будет падение буду усреднять и докупать новую позицию по ней интерау по интерау тоже у меня выходил обзор кто не смотрел посмотрите думаю до 6 рублей за акцию мы поднимемся на данный момент находится в небольшом минусе нлмк нлмк вообще очень хорошая компания я думаю буду при следующем пополнении я докуплю ее еще в декабре я по ней очень хорошо отработал заходил еще по сто восемьдесят девять заходил под дивиденды но 9 на дивидендах я ее и продал дивиденды я по ней не получил но зато получил очень хороший рост она поднялась аж до двухсот двадцати трех рублей за акцию держим держим и думал будем держать ее и дальше как уже дивидендную бумагу и так руссагра на следующей неделе у меня выйдет обзор про руссагра на не будем на ней подробно останавливаться скажу то что у меня ее три акции всего покупал по 899 падаем меньше одного процента будем держать и увеличивать в портфеле потому что по ней есть очень хороший бонус я думаю будет в апреле будут хорошие по ней дивиденды и так идем дальше тот нефть тот нефть я покупал по тот нефти у меня тоже есть обзор она отработала мой сценарий сходила на 550 где закрылся и говорю что будут докупаться на 500 при снижении вот снижение произошло я купил пес и даже ниже 500 по 490 брал 15 акций пока в плюсе на пять процентов но я рассчитываю на рост уже выше 550 думаю в район 600 мы сходим по ней по бумаге также выплачиваются дивиденды так что это очень хороший вариант для портфеля с акциями я закончил остальные у меня два фонда это феннекс от акции айти компании держу 990 штучек на 103 доллара пока прирост 9 процентов почти 10 это хорошо феннекс золото ну золото падает зол золото падает как и феннекс так и теньков золото у меня пока в минусе вот такой у меня сейчас портфель пополняю я свой счет раз в месяц пополняю его примерно на 9300 и стараюсь делить пополам то есть покупаю доллары и оставляю в рублях облигации я не покупаю потому что но не вижу я смысла брать облигации и хранить свои деньги в делегациях купонный доход но он достаточно малых мал можно намного больше заработать на акциях то есть я зашел полностью на всю сумму и не скажу что это у меня допустим долгосрочные инвестиционные портфель где я буду добирать там акции на которые будут приходить дивиденды нет 175 тысяч рублей это очень очень мало для того чтобы получать хорошую прибыль с дивидендов нужно но не меньше 10 миллионов рублей на счету чтобы хоть что-то получать поэтому портфель наполовину спекулятивно на половину долгосрочной подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии свои предложения пожелания я рассчитываю сделать эту рубрику хотя бы раз в месяц когда я пополняю свой счет и произвожу ребалансировку своего портфеля чтобы вы могли наблюдать что покупаю я что я продаю а также можете следить за моим счетом в пульсе на тинькофф инвестициях ссылка будет в описании к видео всем пока до новых встреч а